Здравствуйте, я вас приветствую на своем канале Скорпион Геймс. Вот был скрафт этот пистолет, который может текстуру делать. Немножко уже апгрейдил базу, поставил стекла, достроил потолок здесь. Еще пока не сделал вот эти вот вещи для выращивания пищи. Там еще что-то не хватает, будет посмотреть, что выгрыживается. Выбираете разные текстуры, такие и такие, и наносится на поверхность. Так может получше смотрится, чем просто деревянная. realmente защитная тсцена. Волонnellяя з derecho кафе кафе. Субтитры сделал DimaTorzok Нормально-таки быстро, здание совсем поменялось, конечно Стало тут совсем по-другому Вот я нашел все-таки где-то ящик для патронов Дерево этих умений Вот еще пару коробок собрал, контейнер Где можно хранить всякие вещи Только хотел отправиться походить, что-то поискать Иначе на них нападать Они всегда следят с этого направления Значит, с той стороны база пришельцев На, и вот еще что забыл показать Персональный дрон есть Не очень далеко радиус действия Но все равно можно заглянуть за стенку Или за какое-то препятствие, за которое так не видно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Запасим тебе немного мяса Держи дроны, да? Держи дроны, да? Держи дроны Кровать еще не было А, вот они, удачи все равно уже трое Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, пока сделаю паузу, пока бесцельно брожу, найду что-нибудь интересное, и так я решил покопать немного магния, и здесь попадается щебень. Это, как понимается, по-нащитной как раз и делается эта пыль для земли, или как она там, чтобы без нее делать блоки. Для различной культуры, кофе там можно делать, и коридоры там, и разные всякие культуры, что увидимся чуть позже. И вот ходил ночью и нашел вот трицератопса этого, или трицератопса, как его там правильно называть. А здесь еще не вдалеке где-то ходят стражи. Только что где-то здесь были. А, вот они. Вроде бы не агрессивные. А тут еще какие-то фигни. Ставлю, чтобы гнило, потому что мне нужно гнилое мясо. Испортившаяся очень еда для создания удобрений, с помощью которых можно будет создать блоки с землей. Попробуем атаковать одного. Музык препоратесы. Музык препоратесы. О, семена. Музык даже есть. Раптер тут без остания. Томата уже прилично не собирал. Уже можно будет посадить несколько грядок. Ну что ж, увидимся чуть позже. Отбегал, напоролся еще на местного полка тут. Проверять я не стал. Вот еще какой-то. Тоже походу и доедет. А ты какого хрена на нее напал? Проверяем. Перевяжемся. Так, где-то кракозяба делась. Тоже немножко мяса, немножко. Прошедческой фигни. Часть этого не тянет. Мед. Чем больше дней проходит в игре, тем больше всякое и все, чем не появляется. Ну а вот еще какао-бобыль пустыня. Планетная плазма. Так, это просто долго будет портиться, думаю, что есть. Мед. Мясо. Он таки быстро испортится. Как я уже говорил, нужна именно испортившаяся еда для создания этих блоков для фермерства. Ягодки тоже подходят для этого, чтобы они пропадали. У них тоже деньги. Вот. Суроводность 20, чего-то там. 20 минут, наверное. Реально вывели. Еще никаком запасемся. Меда тут вполне много. Базовый так и не нашел никакую пока что. Надо дальше уходить в ту сторону примерно. Так еще игра довольно-таки красива. Добавили много чего. Немножко лягаться берем. Древесины уже собираем. Больше не буду. Я уже деревья срезать. Уже хватает, в принципе. Корабль уже буду из железа здесь настроить. Уже изучу его. Кабельно там. То, что надо. Правда, еще не все двигателя есть. Буду прокачиваться понемножку. Так что увидимся позже. И вот скрафтил еще один генератор. Он производит и кислород, и баллод с водородом, с которого делается топливо. Топливные чеки. Так что в этом уже аппарате нет никакой нужды. Топливные чеки. Надо разобрать вообще будет. И водород. В водородное топливо можно запитывать базу. Так, сейчас выложим это все. Вот я прокачал новое оружие. Пистолет. Тут получше уже был, чем этот простой. Дальность стрельбы у меня 200 метров. Патроны используют то же самое. Так, боеприпасы выложим для турели. Эти ингредиенты скинем сюда. Вот так вот биться. И можно не замыслять. Это у нас пускай все портится. Но мне нужно все-таки сделать нагрение. Отличку одну еще можно замутить. Лишни точно не будет. Таки плохо, что оружие нельзя перерабатывать. Вот так себе. Тут, по-моему, не это главное. Ну ладно, думаю, хотел кого-то найти. Просто уничтожим его, да и все. Разрядить его все равно нельзя. Или он уже разряжается автоматически. Не, по-моему, нельзя. Плюс еще снайперскую винтовку можно сделать. Вот, взрывчатку пока не буду делать. И чему. Так, патроны у нас снайперскую. Вот это 12С, скорее всего. Ну да. Абон 40 сделаем. В принципе, она мне, походу, уже тоже особо не нужна. Выложу ее. Сейчас поклону в угольное. Можно приближать. Возле базы жалко, никто не ходит. Мне наконец пытать пушку. Сколько оно там в атмосфере стреляет? У меня в вакууме 440 метров. Где-то около 200 метров. Или 200 сантиметров можно вырезать. На суше. То есть в атмосфере. Так, чтобы нам еще... Большой ящик для патронов нам пока не интересует. Тут кабины разные есть. Какая из них лучше, даже не знаю. Посмотрим, что тут нам еще доступно. В small vessel вносит двигатели. Все хорошо. Это 90 килоньютонов дает. Это 85 килоньютонов. А это сколько? Тоже 80. Это 90. 25. Прочность. Это что? Стыковочный узел. Это для этого. Для ховера, по-моему. А нету-то. Стыковый узел, использующий для стыковки малых. И парящих судов к большим судам. Ага. Полезная вещь. Так, вот это вот не переведено. Ну, это и так посадочная опора. Понятно. Открою его. Это уже для больших кораблей. Канон для него. Это что? Тоже это вообще огромное, наверное. Для материнского корабля. Генератор открою. Малый конструктор. Холодильник для этого. Для корабля. Кабинка интересная какая-то. Так, а что там ещё имеется? Меньше двигатель имеется. Главный двигатель для сохранения основной тяги. Этот. Тоже такой же. Этот. Да они все такие. Меньше двигатель для дополнительной тяги. Вот я уже могу большие ячейки делать. Энерго ячейки. Так, а для базы. Так, медицинскую станцию надо открыть. Играчка у них. Ну что ж. Облом. А для этого что не хватает? Теоретических компонентов. Смотрите. Подписывайтесь. Смотрите. Показывается. Уже. Уже. Она тяжелая. Это полегче. Так, сделаем RCS. Гироскоп. Стандартная кабина, наверное. Так, а ей что не хватает? Тоже компонентов? Да, все тоже самые компоненты. Ага. Я уже их и делать не могу. А что кончилось? Железный свет окончился. Вот так-то летит с железом. Так. Все для корабля могу здесь сложить. Так, а здесь иску этого тоже не могу делать. Камера клонирования. По-моему, я ничего не могу без железа делать. Ну что ж, увидимся, когда я накопаю железо. Да, вот этот цветок, кстати, о котором я говорил. Платоядный. Похоже, турели у вас завалилось. Завалилось все-таки. Расстояние от личного достаёт. Испорченные, да, как раз то, что надо. Только же метров до базы. Что у нас 8 метров. Этот турели 139. Сама впечатляет. Ну что ж, я пошёл копать железо. Ну что ж, я вернёмся на базу. Наделал немножко железных слитков. Сделал ещё большой холодильник. Маленький сейчас разберу. Делаю такую маленькую кабину. Теперь нам нужен генератор длинный. Небольшой. Небольшой генератор. Топливный бак. Двигатель. Наверное, вот этих штук. Если сделаю. Все, что потом разберу. Вот этих штук. Три, наверное, достаточно будет. Четыре ноги. Посадочных. Так, ещё один. Сначала разберём этот. Достанем с удовольствием холодильника. Есть. Среди нас большой холодильник. Развернём его вот так. Ага, что, его здесь ставить нельзя? Это не тот холодильник, это... А вот, он уже скрафтился. Вот так вот. Значит, я его не открыл ещё. Большой холодильник для базы. Там база, где наш большой холодильник. В медицинскую станцию не хватает. Опять не хватает очков. Извечная проблема. Нехватка очков. Надо семь очков. Так-то придётся сделать обратно тот же маленький холодильник. Ага, что, колбаса вся испарится. Поедим. Вот эти блоки. А, ещё довольно-таки много надо. Запастись едой надо, чтобы вылетать в космос. Потому что там еды особо взять негде. Чтобы не возвращаться на планету. Часто, по крайней мере. Движки. Кислородных баллонов взять, надо тоже туда же положить. Генератор. Так, скинем этот баллон. Топливный бак. Холодильник. Станция производства кислорода. Где она? Вот она. Кислородная станция. Так. Сейчас. Освещения маловато. На улице так вообще нет. Пару десятков сделаем осветительных лампочек. Такие его делали. Нет, кислородный этот. Нет. Надо ещё качаться. Не хватает очков, чтобы произвести всё, что необходимо. Даю заказать остальных блоков штук. 200, наверное. Хватило наверняка. Надеюсь, железо хватит. На стене из закалённой стали. Стальной слиток. Где же стальной слиток, если нет его? Железный слиток. Возможно. Даже не знаю. Ну ладно. Пока пускрафтится, я сделаю паузу. Наверняка себе чего-то до них хватает. Теперь закончится кобальт. Кремни слитки пока ещё есть, но тоже мало. Сделаю немножко топлива. А я пока... Пока это всё крафтится, я пойду... Не добывать кобальт. Маля здесь где-то была недалеко. Так, если бы... Посмотрите, у нас справа. Под воздухом, под карты. Отсчитывается щельчик до наступления дня. Рассвет почти не бывает. Я удаляюсь. Щельчик. Видите? Сейчас только маленькая планета. Я приятно, что в пустометках. Когда рассветы, видишь, у нас слишком много времени. Что-то будет спорж. Ну что ж, дорогой здесь только хватит. для создания всех нужных вот здесь еще пару так-так-так-так отсюда вылезти Теперь будем шоу-то сыпать, а вот и. Ещё лекарственных растений возьмём. Во всяких случаях Поедем витку. Поедем, поедем витку. Поедем, поедем. 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 Продолжение следует... 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 так что всем спасибо за внимание до новых встреч